Привет, друзья! Вы на известном канале Кая БТСА. У нас сегодня такой опять-опять скользящий обзор очень интересного ружья, которое я лично вывел, наверное, в топ ружей. Постали, это мне мешает. Я бы даже очки снял, но я в них выгляжу очень круто, потому что мне не очень нравится. Значит, в топ ружей, скажем, для самобороны, для хоум-дефенса. В руках у меня, наверное, на мой взгляд, на сегодняшний день, в моем хит-параде, ружье номер один для домашней, тактической, самозащитной, практически смертоносной стрельбы и обороны от бомжей, цыган, бандитов, рикетеров, коллекторов и прочей-прочей нечисти. Мосберг 930 с 47-сантиметровым стволом. Почему это ружье я называю лучшим для самообороны? Потому что при всех своих недостатках у Мосберга, естественно, есть недостатки. И это там их вопросы к хвостовику, затвора, не затвора, а хвостовику направляющему, который, как у серии Бенери в прикладе, заходит в возвратную пружину. К хвостовику, раз, это газоотвод, соответственно, я не сильно люблю газоотводы, соответственно, надо очень четко ухаживать за поршнем. Два, это вот это дурацкое маленькое окно заряжания с этой ступеньки, которые меня просто бесят. Сейчас будет вставочка, одна тоже пробесит. Сейчас вы посмотрите. Значит, это маленькое окно заряжания, 3. И на этом, пожалуй, все. В остальном, этот Мосберг является чуть ли не эталонным ружьем для самообороны, для хом-дефенса. Объясню, почему. Во-первых, 47-сантиметровый ствол. Обращу ваше внимание на толщину ствола. Кстати, ствол черный, потому что в прошлом видео вы слушали турецкий рэп, а так как ствол черный, сейчас вы послушаете черный рэп. Ну, наслушались. А теперь начались те плюсы, о которых я хочу рассказать отдельно, и почему это ружье я вывожу в эталон, наверное, самооборонового ружья. Первый плюс. Не фиксирующийся лоток. Это настолько крутая штука. Я вам сейчас буду заряжать на камеру, прямо буду показывать. К примеру, сейчас объясню, в чем прикол. Закидываем туда патроны. У меня нет пояса там, свадло, нет ничего подобного, поэтому закидываем, как настоящий лютый самооборонщик, прямо из кармана, заднего кармана штанов. Это не залипающий лоток, не фиксирующийся лоток в любом из положений. Это раз. Два. Это то, что, это наличие такого предохранителя. Настолько фирменная, жирная вещь, которая позволит вам, к примеру, при скидке снимать ружье с предохранителя, это чисто мусорская фишка. Теперь самый главный плюс ружья. Вот оно у нас стоит заряжено, с заряженным магазином, точнее не так, ружье стоит с невзведенным курком, он спущен. Абсолютно безопасно. К примеру, мы даже включим предохранитель для пущей безопасности, на случай того, если кто-то там, ваша теща или кто-то еще случайно возьмет ружье и случайно даже взведет его до что-то патрон-патронник. Вот оно стоит безопасно, то есть вы знаете, что предохранитель включен, магазин полон, да, и как бы патронник пуст. И вот настает звездный час ружья, кстати, слышите этот шум, кто-то там орет, вот как раз звездный час ружья этого наслаждает, на, настал. Нам остается только наслаждать патрон-патронник и пойти посмотреть, кто там орет. А, стали, друзья! Старые, друзья, одни и те же. Вот, звездный час настал, и приблизительно в таком ключе это ружье должно вот и работать у вас. В общем, с соседними мы разобрались, они получили свою дозу свинца. Есть такое, кстати, правило, не дать, не дать птичке сдохнуть с голоду, накормить ее свинцом. Тоже касается неполошенных гостей. Накормили свинцом всех страждущих, пришли, к примеру, и перед тем, как вставить ружье в сейф, его разряжаем. Разрядили. Теперь я хочу вам показать один интересный момент, который лично в моем хит-параде. Ружье очень важен для того, чтобы это ружье называлось это ломным самооборонным ружья. Ружье сейчас разряжено, патронник пуст. Обратите внимание на эту штуку. Это индикатор взведения. Даже в темноте, даже в темноте, если вам, к примеру, в условиях ограниченной видимости придется дослать патрон-патронник, распугать всех ненужных соседей, или там не соседей, этот индикатор взведения даст вам возможность понять, взведено ружье или нет. Вы можете просто, идя в полной темноте, пробовать одной рукой, а вдруг вы, к примеру, забыли взвести ружье и понимать, если его нету, к примеру, сейчас мы спустим его с боевого взвода, если его индикатора нету, значит ружье не взведено. То есть, по сумме баллов, нефиксирующийся лоток, предохранитель, который можно снимать в момент скидывания, и индикатор взведения, а также небольшой габарит, позволяет это ружье, к примеру, размещать мало того, что размещать где-то, где комфортно, например, в автомобиле, в случае там необходимости, так и называть его малогабаритной самооборонной гаубицей, которая максимально дружелюбна из всех ружей, которые доступны у нас на рынке. Вот всякие Хацаны Эскорты, МПА, Таргет 1587 и прочие-прочие-прочие вещи, которые там, Сафари, что-то там делать, ну в общем, как бы, хорошие ружьи, безусловно, хорошие ружьи. Это ружье, если не привязываться к его цене, оно стоит порядка 900 баксов, самое дружелюбное по ряду тех причин, которые я назвал выше. Сейчас, наверное, еще отстреляем небольшую серию, там, буквально так, выстрелов на пять, для того, чтобы побегать между декорациями, вот, посмотреть на разворотистость этого ружья, и на этом закончим, делаем выводы, и все. Сейчас я очень близко к декорациям, ну как, очень близко, достаточно близко к декорациям, постараюсь отстрелять в простейшую мишенную обстановку, только для того, чтобы убедить себя, и, как бы, возможно, вас, в разворотистости и мобильности этого ружья. В общем, если честно, я только что стрелял тридцаткой, как бы, тридцатка достаточно сильно бодается, но есть другой плюс у этой тридцатки. Вот, это, как бы, такая серьезная навеска. Мозборг, кстати, работает и на 24 граммах. Сначала у нас первая серия не пошла, но потом вспомнили, что же новое ружье из коробки. Посему, вот только что пробежавшись, я вам скажу, что вообще никак не чувствуется габарит ружья. То есть, он настолько короткий, вот этот 40-40-70-метровый ствол, что позволяет манипулировать, позволяет манипулировать ружьем очень просто и, скажем, очень ловко лавируя между преградами. Сейчас я еще попробую, ну, давайте какую-то такую псевдо-самооборонную обстановку вокруг машины построим и стрелем вокруг машины, и посмотрим, как это все спроектируется на машину. На стрельбу вокруг автомобиля. Моделируем ситуацию, когда у нас, к примеру, ружье заряжено на предохранителе, и надо стреляться вокруг автомобиля. Вот сейчас будем смотреть на мобильность ружья вокруг автомобиля. Сейчас я разрежусь полностью. Дым, дым, дым. Скажи что-нибудь типическое. Ёб твою мать, блядь, надымили-то. В общем, давайте сразу итоги подведем пока по горячей, чему. Всех цыган расстреляли, вроде бы, да, блядь? Подожди, кажется, еще один шумит. Я слышу этот звук. Не добили. Все, все цыгане расстреляны. Никто не ушел. Холодый спуск отбыт мишенем. Да. Итак, господа, вот сейчас подстрелял с этого Мозберга. Я со многих ружей стрелял, как бы ничем не удивишь, но, что приятно, 47-сантиметровый ствол сразу, моментально, сказывается на разворотистости ружья, позволяя стрелять из автомобиля. Я понимаю, сейчас вы скажете, блин, да ты же стрелял из джипа там как-то плотнее. Да, блин, плотнее, но это машина жены, понимаете? Я аккуратно это делаю. А джип мой. Потому так, потому как было. Потому очень удобно оперировать этим ружьем, какое-то модное слово, между декорациями, между плотными застройками. Оно не мешает в машине, его легко вытаскивать, на самом деле легко вытаскивать. И, в принципе, вот это было 30-граммовый патрон. Как бы он бодается достаточно сильно, это хороший охончий патрон. И вы видите, на 24-х, в смысле, 47-сантиметровом стволе отдачи, как таковой, существенной нету. Он абсолютно контролируем, потому что у него действительно маленькая отдача. В общем, если вам было интересно, комментируйте, описывайте. А, стоп, 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 друзья. Вот сейчас наступает интересный момент. Вот смотрите, сейчас мы что-то делали, пытались как-то самообороняться, от атакующих марсиан, цыган и прочих всяких разных людей. Представьте, что, к примеру, у вас в руках помпа, и вот надо стрелять, если не в таком темпе, то, во всяком случае, из-за укрытия, к примеру, из автомобиля, сидя, стоя. А если это будет неудобная рука? Понимаете, чем интересен полуавтомат для самообороны? Причем короткий. Вот где его применение. Просто зарядил, дернул и стреляет. Потому, если вам было интересно, если вы согласны или не согласны с моими утверждениями, если вам есть что сказать, и вы хотите срочно прокомментировать, или у вас, наоборот, подгорел реактивный двигатель сзади, обязательно пишите в комментариях. Ставьте лайк, ставьте дизлайк. Кстати, я знаю, кто ставит дизлайки, суки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok